итак всем привет прежде всего спасибо за такое представление сегодня мы с вами поговорим о девопсе то есть тема звучит девоп нам билдить и релизить помогает вообще ну немного о себе кто я такой я тот кого на предприятиях прежде всего больше всего ненавидят не бухгалтер не 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 я прихожу в команду к разработчикам смотрю что они делают и говорю не народ так нельзя делать надо по-другому может и да и нет но об этом чуть позже поговорим то есть ну я работаю сейчас в стартапе yahoo.com ну моя позиция официально по умному называется коммуникатив интеллигенс инновейшн девелопмент сам не понимаю почему так длинно но ок также параллельно являюсь студентом партнером и украинским и французским обожаю девопс обожаю все что связано с айти с асп кором и параллельно еще докладчик украинского сообщества разработчиков поеже итак о чем мы сегодня поговорим прежде всего о командах какие роли в команды каждый занимает а больших проблемах вот как там через букву а вообще попытаемся определить вообще что такое девопс поговорим о практиках девопса поговорим о мифах почему насколько это нужно вообще что есть чего нет ну поговорим о хипстерах программирования поговорим релиз менеджменте закончим авиабилити мониторингом ну я надеюсь все успеть итак классическая команда девелоперов ну не только девелоперов команда айтишников на предприятии у нас есть разработчики у нас есть сис админы и у нас есть менеджер что каждый из них делает девелопер только они обладают тайными знаниями как все работает ну как то так да сис админы только они обладают тайными знаниями архитектуры почему она в конце концов не падает а если упал этого не отхватывают и менеджеры в конечном итоге только они знают вообще как она в реале должно выглядеть что хочет клиент очень часто что все эти три понять они полностью разные и люди никак не синхронизированы ну чтобы проще это доказать как бы вот таким образом разработчики видят администраторов ну они просто занимаются чем-то попало ну чем тогда занимаются а вот так видят системный администратор разработчиков ну это толпа троллей ну как то так ну согласитесь даже частично в каком-то плане у вас это именно так же и происходит теперь большие проблемы кто сталкивался с пятничными релизами ну вот хорошо а кто во время пятничного релиза уходит раньше чем в 5 вечера у вау релиз не в пятницу или пятницу ну все остальные в день релиза чаще всего уходят позже и мало того у кого вообще внедрен мониторинг мониторинг состояния приложения мониторинг билдов и так далее часто он красный принципе так как и написал хорошо еще одна рассмотрим еще одну такую ситуацию которую очень тоже проблема когда меняешь инфраструктуру не страшно вообще думал действительно это как реальная прогулка по минному полю идти первым чаще всего вот когда приходит такой таск от пьема что надо что-то поменять в архитектуре обычно но никто не хочет все пусть им лид этим занимается это его работа ну их вообще ненавидят все но это отдельная история и так а в случае если вам надо переехать например с одной площадке на другую уже уже слышу смех то есть примерно понимают это очень похоже на приезд вот как мы собрали абсолютно все шмотки там в течение нескольких часов там может быть и дней мы берем и мы переезжаем каким-то образом и в конечном итоге отношение разработки и эксплуатационки больше напоминает отношения из ромео джульетты мантеки капулетти одни ненавидят друг друга потому что они не связаны и вот эта классическая отмазка it works on my machine yeah it's cool story да но работает но как обычно когда приходит молодой программист в команду на ответы киев он ненавидит киев жутко и на ответы его да ну действительно работает почему у тебя я не знаю но и всего выхода есть надежда и теперь мы с вами введем термин девопс то есть я пока буду рассказывать немножко со стороны а потом мы с вами попробуем вообще что это такое здесь создать такой definition к нему это так называемый мост как вы можете видеть прежде всего между development and operation командой а потом уже там сэлзы и все остальные но это так начиналось дальше добавили сэлзы и дальше тоже тот человек который залезает абсолютно во все уголки а всего и так прежде всего ну многие из вас наверное слышали это слово кто слышал поднимите руку да ну практически больше половины все знают все слышали но а кто может дать определение здесь вообще что такое девопс ну попробуем что еще какие есть еще идеи что такое девопс хорошо еще не только кто-то википедию залез ну на самом деле да это максимально близкое близкое утверждение вообще девопс расшифровывается как developer and operational management девопс это одновременно объединение collaboration между между всеми сотрудниками это одновременно инфраструктура это одновременно автоматизация это одновременно всякие фичи это одновременно небольшие дипломенты то есть примерно как часто у вас у всех на проектах длятся спринты средний спринт ну две недели хорошо сколько релизов в течение двух недель вы делаете один а маленькие релизы на протяжении не делаете а только две недели хорошо дальше поговорим почему лучше маленьким и канбан вот любимый это же девопс вопрос попробуем ответить и так возвращаемся к определению у нас есть люди у нас есть процесс и у нас есть конечный продукт это вот основное определение девопса прежде всего люди без людей понятно но без нас вообще этого существовать в принципе не может нам нужен четкий процесс начиная от того когда у нас происходит и каким образом происходит то комит кода каким образом смотрятся пул реквесты каким образом происходит билд каким образом происходит последующий релиз и по каким кто за это ответственный кто должен про ведь кто должен подтверждать и так далее и мало того каким образом под это все подготавливается инфраструктура то есть полностью от и до задокументированный процесс ну конечно вариант конечный итог это продукты чаще всего от именно классический вариант особенно у нас у нас путают процесс это не с инструментами и когда мы говорим от его все очень многие могут сказать о я знаю тоже visual studio team services или это team build но нет прежде всего это процесс ну и так чтобы убить вас полностью на повал я тут сделал лист ну точнее не сделал а спер лист именно практик таких это далеко не все то есть вот самые основные я их так сейчас назову это инфраструктура как код continuous integration automated testing continuous deployment release менеджмент а performance мониторинг load testing autoscale и так далее как минимум сколько из этого всего у вас частично внедрено на проектах ну это вот классический пример что вот него обычно не более трех то есть и у нас происходит вот такая классическая ситуация что дипло продакшен опять упал такая злая приходит злой пьем у нас проблема продакшен упал ему в ответ нам всего что надо улучшить devops как то так ну и эта ситуация повторяется друг за другом то есть всегда рано или поздно каждый сталкивается от сам само время релиза у вас на предприятии примерно сколько занимает один день два дня именно сам релиз уже выкатено все подготовлено сколько ну вот как то так да то есть день два на самом деле это время можно сократить но об этом тоже чуть позже и сейчас я хочу вот попытаться немножко нестандартно так как у нас тема конференции кейс автор кейс нестандартно вообще описывать вообще базовые возможности devops и мы пробуем с вами рассмотреть все мифы которые вообще связаны с этим и зачем нам надо это использовать прежде всего devops первый миф такой devops это навык как вы думаете нет абсолютно неверно есть такие замечательные люди как менеджеры которые придумали очень красивые слова например как big data как devops тот же как artificial intelligence и так далее вот примерно специально вчера перед когда готовил готовил последний вариант презентации зашел и вбил как бы в google профили по девопсу вот топ 25 ну уже не так популярно как полгода назад полгода назад это было там топ 50 топ 100 как бы но по факту это все то же самое что чем вы занимались уже много лет подряд то есть раньше каким-то образом билды происходились происходились каким-то образом вы использовали системами source control а не на флешке же код передавали как бы skype это лучший файлообменник да это без комментариев то есть в принципе это все уже существовало это просто такое красивое название и раньше это все называлось больше как просто и software engineering то есть начиная от и до полный полный процесс вот сейчас это перешло в такую кроссплатформенную дисциплину и первые конечно кто начинал это были именно сис админы но об этом тоже чуть дальше вот почему следующий миф называется девопс это автоматизирование но вот как вы думаете ну но отчасти да то есть на самом деле вот некоторые пионеры девопса именно этой философии начинали именно с configuration менеджмента но замечательно там шеф папе то есть инфраструктуры за код если мы говорим про облака это это хорошо но им это большое спасибо за это но помимо этого всего еще все есть все остальное есть фидбэк от пользователя есть еще непосредственно сама передача то есть каким образом у нас переходит создание инфраструктуры каким образом у нас приходит передача кода и так далее кто это все правит но в принципе как-то так и переходим именно к следующему такому веселому мифу девопс как вы думаете это 10 диплоев в день ну это ж может быть обязательно миф может быть не миф вот я хочу услышать ваше мнение да да можно уточнить когда вы говорите про диплоев вы говорите диплой на продакшн че просто диплой куда-нибудь например на нашу тестовую машину або на нашу там стейджинг машину на стейджинг машину тестовая это понятно что разработчик во время написания кода он постоянно что-то делает ну ну сяга и машина может диплойте просто тоже постинута юнитесты прогонять и диплойте что все успешно но это тоже сколько примерно вообще ну сколько треба там у 10 может быть даже какие-то ну не каждый день или бывает николая 10 ну насчет 10 тогда как бы ну скажу так у вас эффективность примерно такая же как у flicker то есть они даже написали целую книжку мы хвастаемся у нас 10 диплой в день мы это все делаем но эффективность и количество именно диплоев и последующих релизов она в принципе зависит от бизнес-процесса предприятия то есть насколько этот процесс развит насколько люди этим занимаются и так далее и опять же зависит от задач которые вы сказали то есть зависимости от дня но примерно я вот сейчас взял тут конечно плохо наверно видно на скриншотах вот это вот с продакшена взял сделал скриншоты вот каким образом что было вот там даже из красные релизы которые не зарелизились по тем или иным причинам об этом тоже поговорим но идея в том что по факту вот это может быть и 10 день это может быть и 20 день это может быть и один день зависит полностью от того процесса разработки который построен у вас на предприятии дальше вот такой вот почему я говорю про процесс именно это вторая часть девопса я веду к тому что девопс сам по себе то есть миф звучит так что девопс он идет вразрез абсолютно с теми бизнес-процессами которые уже внедрены на предприятие то есть это именно дефинишн мифа но по факту нет девопс только ты адаптируешь эту методологию это как философия к своим существующим процессам вот тут проще всего на самом деле ответить на этот миф что проще сказать именно чем коллаборейшн не может работать то есть по факту конечный исполнитель вот это первая часть это люди то есть вы пришли вы каким-то образом это все настраиваете вы разговариваете с девелопментом вы разговариваете с тестировщиками вы разговариваете с сис админами дальше вы идете к пьямом и дальше сена на как бы и теперь дальше вот именно самый такой основной момент кто из вас использует в каждодневно в разработке клауд просто клауд ну вот я говорю там про крупные системы там amazon azure там ibm lumix и и же с ними как вы думаете девопс это использование облако ну вот честному е вот на это на этой фразе мы остановимся давайте так определимся вообще что такое облако да то есть прежде всего ну как бы да как это видят обыкновенный пользователь но это облака мы там летаем где-то но что-то как-то происходит как выглядит хоть немножко технически именно подкованный пользователь это вот ай драйв который только что был назван это в андрайв это киндл там клауд как видит это девелопер этот интереснее всего то есть у нас в облаках какая-то инфраструктура который мы можем как-то пользоваться и в конечном итоге как видит это оператор или сис админ добро пожаловать абзац и к чему я это все сейчас рассказывал показывал любая любая виртуализированная инфраструктура нам не важно то есть это может быть на земле сервера это может быть мы что-то используем в облаке да в конце концов что угодно то есть она не обязательно для использования того практика то есть мы можем внедрить это абсолютно но моя презентация она немножко именно такая более теоретическая дальше за мной пойдет следующий докладчик мой коллега андрей чебукин он будет уже более практические моменты показан и дальше такой интересный миф как вы думаете это девопс это то же самое что делает фейсбук гитхаб и google но давайте так мы должны использовать руби рельсы потому что гитхаб это сделал мы должны использовать php потому что фейсбук это сделал каком такие утверждения а как вот такое утверждение мы должны начать приложение на рельсах потом мигрировать на высоко нагруженную сервисно ориентированную скал архитектуру так как twitter это сделал правда звучит дико ну в принципе это и должно вот вот идея в том что да это и должно звучать дико то есть девопс это не норма это просто ее определение как уже ты этим воспользуешься полностью зависит от тебя вот помните тот первый слайд со списком практик то есть вот когда я задал вопрос сколько у вас используется на предприятии то есть ответ был около трех принципе это классический пример вот как она действительно так происходит идея в чем мы можем учиться успеху этих больших предприятий потому что они то что они делают это уже как идет идеальный такой вариант потому что они уже прошли через все грабли которые несут за собой именно настройка этого всего и мы можем это каким-то образом адаптировать к себе теперь следующий такой интересный девопс это использование самых свежих технологий там как но вот руби гол но на это я отвечу так определение хипстер программирования все знают кто это такой ну да программист который вероятно пишет на руби gs или любом другом популярном языке скажем так в оригинальном определении дерьмовом языке еще не типизированным да 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 одевается одна одежда на все времена года и его в принципе аппаратный стек это это apple вот apple царь и бог из оригинального не мои слова как бы это вообще по факту то на чем ты пишешь вообще не должно никак касаться но давайте рассмотрим хипстер руби питону gs раз гол модно круто все там балдеют от этого enterprise java.net c явно не так модно как как хипстерские языки но по факту это это может управляться то есть использоваться девоз практике как вы думаете давайте начнем вот вопрос именно залу сколько надо человек чтобы уже внедрять девопс один вот это от правильный ответ на самом-то деле один раз потому что объясню девчим один раз настроил потом не паришься на самом деле удобно большие большие предприятия на самом деле очень часто опускают девопс ну не потому что они не могут потому что они не знают что они могут использовать это то есть идея в чем там не важно два человека не важно там 100 человек не важно один человек не важно миллион ты должен это использовать давайте вспомним вот буквально кто вообще смотрел build это такой вопрос два человека тогда это будет интересно microsoft она еще раз продолжала говорить о релиз менеджменте о том что они изменяют свою архитектуру и пытаются добавить вот этот замкнутый круг что у нас есть фидбек от пользователя и мы улучшаем таким образом то есть они сменились что не теперь не раз год там релизе тарастом по месяцу у них там выходит крупный релиз и три недели то есть там зависит от команды я говорю например про команду про команду например спкора там два три месяца релиз один как бы идея в чем что мы перестали то есть мы получили фидбэк у нас процесс непрерывные когда у нас есть таз к задачами у нас еще помимо основных задач у нас еще есть задачи которые ревью это что предыдущего релиза она остается и вот тут мы вообще подошли тихо так к одной из практик которая называется красивый релиз менеджмент что это такое у нас есть репозиторий года у нас допустим есть три инвариумента def stage и production и у нас автоматически как бы все переходит бизнес именно критерий зачем это надо нам надо оптимизировать ресурсы ускорить доставку конечного именно билда на сервер критерии это частота релизов время решения проблем которые появляются вот это мттр мин time to resolve и доступность насколько это доступно и насколько каждый из разработчиков может этим воспользоваться то есть хорошо какие нам это дает бенефиты но так как я все-таки работаю в основном я тогда начинал говорить о клауде но к сожалению от европе сложилось такое клауду нет немножко интересное отношение что зависит из-за законов которые принято что мы обязаны там течение трех месяцев трех лет хранить всю информацию пользователей enterprise за просто бояться переходить полностью клауд то есть рано или поздно любая какая-то архитектура она должна быть на земле то есть вот там где я работаю абсолютно все на земле то есть он у нас два ну один дата-центр который он в париже и именно вся девелопмент архитектура на вот там где там где я живу это монтелье и мы используем tif foundation сервер в полноценном именно полноценный установленный то есть не тот не то что предлагает microsoft именно уже готовое облачное решение visual studio team services а именно полноценный тяжелый со всеми этими и вот один из плюсов которым дает кризис менеджмента но было анонсировано с 2015 15 team foundation сервером что у нас появился прям релиз менеджмент прям в портале управления team foundation сервером идея в чем что у нас один же один и тот же как бы task automation pipeline так называемый то есть линия в которой у нас что зачем идет и по каким критериям мало того у нас все это как бы автоматизировано и на карты на каждый именно environment у нас назначен ответственный то есть принципе это так и должно быть то есть но представьте себе ситуация приходит вам какой-то build кто-то например из стажеров что-то запустил build автоматически но как бы continuous integration сработал дальше идет continuous delivery build this ваш проект и автоматом выкатывается ну например на даже на тест сервер и этот стажер написал какую-то гадость что тест сервер лег случае если нет ответственных как бы за те кто это все проревьювил что происходит дальше код дальше по каким-то правилам перейдет сначала на стейдинг сервер потом он перейдет на production и у вас в итоге нет клиентов как бы ну бывает идея еще в чем вот в случае например с кей сервером нам надо получить как бы не просто один и тот же диплой который был на серверах потому что кей они издеваются полностью нужны какие-то дополнительные данные они делают там тестовую базу данных с информации для примера если мы говорим про бизнес приложения то есть считают логику и так далее то есть им помимо этого они должны еще видеть полностью все трасс роуты что происходит в данный момент с приложением и не просто все трасс роуты а еще и параллельно скорость отработки к каждому для мобильного приложения это будет нажатие на кнопку сколько запрос там или запрос на какой-нибудь внешний rest api для примера случае там с вебом то же самое скорость загрузки страницы скорость выполнения метода и так далее то есть это очень важно прежде всего такие например на всех остальных но как бы она может быть но ок но на продакшене этого понятно не будет мы не будем вывешивать пользователю какую-то внутреннюю техническую информацию какие прежде все benefit это нам дает это конфигурация наших environment там когда я говорил что есть вот понятие инфраструктура как код да я понимаю это немножко тяжело со стороны и даже скучно слушать тут за это изменяюсь но это надо рассказать инфраструктура как код у вас автоматически под ваше окружение разворачивается вся необходимая инфраструктура и вы работаете с этой инфраструктурой как только вы закончили ваш деплой архитектура вся падает то есть убивается мы освобождаем ресурсы это очень легко реализовать например в том же в том же эжер пишется скриптик все разворачивается случае архитектура на земле то понятно это нужен шеф папе ты и же с ними дальше это управление приложение приложение настройка инсталляции условий инсталляции и так далее дальше это тестирование начиная от юне тестирования базового заканчивая нагрузочным тестированием вашего приложения а что будет если мы запишем и запустим например на наш веб-сервис одновременно 2 миллиона человек насколько он выстоит или нет ну и опять же это управление именно уже менеджера то что менеджеры управляют и смотрят опрувет и тем лиды то есть общий коллаборейшн в итоге то есть общим можно сказать менеджер full stack каким образом у team foundation сервера происходит именно цикл релизов у нас есть какой-то релиз definition у нас есть два варианта есть понятие черновика релиз черновик есть понятие релиз именно полноценный лишь черновик происходит чаще всего его делают когда там например мы тестируем какой-то новый environment на просто посмотреть как перенесется тот код например с одного environment на этот а создам сейчас релиз чтобы он не отображался в общих именно что в общем нашем процессе вот давайте потестим что-то если в случае это чистый релиз он происходит немножко по другому по другому алгоритму то есть идет триггер continuous deployment то есть у нас появился новый билд то есть у нас появился билд как только новый артефакт билда стал доступен у нас запускается процесс релиза и он запускается и сразу паблишит это нам на на наш тестовый сервер дальше происходит команды деплое и дальше люди уже ревью это все если там первый сервер окей нажали автоматом архитектура деплоится дальше если если там окей нет на этом останавливается вывешиваются дополнительные задачи разработчикам разработчики что-то меняется и опять повторяется процесс связанный с первым тестовым сервером это это может быть до бесконечности по факту ну вообще прежде всего это не то что не до бесконечности а насколько у вас принтом распланирован и от project manager потом в общем как это работает есть какой-то билл процесс есть агент который это все выполняет это может быть как он премис агент как может быть где-то в облаке развернуты есть процесс который дальше тоже переносит на деф такие стейджинг и так далее ну вот такая анимация что процесс перешел для примера кто-нибудь видел эту билд машину три человека хорошо кто-то встречался со старой билд машины которая была доступна в тфс с вижу студия тим сервис к заму билд так называемый все материли ее а если не секрет чем пользовался на тфс гид или тима тима тишин version control и бей меня тут приходилось и тем и тем пользоваться было несколько проект но мне больше нравился не гита то что было вижу студия зашита ну на самом деле абсолютно верное замечание потому что для всех проектов вот которые именно майкрософтский тифу дешин это более такая удобная но я например я очень сильно люблю гид я очень сильно люблю гид work flow и очень сильно люблю те же пул реквесты и фичи бренчинг у меня на это прям вот с гитом вот не могу моё да меня можно назвать в этом плане хипстером и я сказал у себя на ком у себя на предприятии что мы используем гиты . как бы это было мое решение но идея в чем вот пример я показываю билд именно build definition а что у нас происходит у нас берется именно набор наших исходников первое это проект айс айс педот нет это кто слышал там айдейте сервер двое человек но вот это вот чистом виде айдент эти сервер то есть это такая прослойка которая дает возможность вам модифицировать пользователя по каким-то правилам вот это происходит именно built его то есть на самом деле для любых айс педот на проектов это все и для любых сша проектов по большей части это будет выглядеть вот так то есть первый шаг отойдет restore nugget пакетов дальше у меня следующий шаг вообще тут стоит power shell скрипт который просто вытягивает все доступные переменные билда здесь можно отдельно создать переменные билда смогу это в принципе даже показать дальше происходит уже непосредственно билд и создание build package вообще каким образом это у вас на предприятиях расход происходит сам именно как как вы деплоитесь у вас автоматическая система или вы вручную просто выкатываете новые build package или что автоматом вручную ну вот в принципе то есть примерно тогда тогда знаете то есть как создать build package visual studio вот это все он сам за тебя делает конфигурируется в течение пяти минут и дальше в следующий build step это так называемый publishing копий and publish build artifacts мы сохраняем куда-то на серверную на операционную систему агента мы сохраняем наш уже готовый артефакт теперь после этого процесса по факту должен запуститься процесс именно релиз менеджмента как он выглядит то есть у нас есть я наверно буду поворачиваться чтобы показывать тут есть кнопочка такая интересная да у нас есть два environment а вот я специально это я тестово развернул чтобы показать варвар мента тест environment и production environment у каждого из них есть свой определенный набор build step а теперь вот немножко проговорим про костыли вот классический пример когда мы разворачиваем приложение в ажур в тот же в облако то есть вот этих трех степов вообще не надо то есть извлечь из архива поменять токены опять запихнуть в архив скопировать куда-то создать на иисе приложение или обновить и задеплоить пэкач на это приложение там по факту про будет один был степ это просто поближе что я же все случае когда вот у нас логично что для каждого что для теста варом это что для продакшен вар момента у нас будут абсолютно разные переменные переменные конфигурации те же пароли и так далее случае с дотнет проектами как чаще всего вы храните и подкидывайте какие-то глобальные переменные среды через веб конфиг ну вот по большей части хорошо когда происходит именно создание именно package deployment package в visual studio он уже берет тот который веб-конфиг у вас есть проекте в нем прописаны какие-то характеристики он его просто зашивает вот у вас готовый package почему я говорю сейчас про костыль чтобы подменить эти переменами именно данной данной среды приходится вот этот пэкач сначала разархивировать сделать замену по регулярному выражению в конфигах и потом обратно обратно это дело потом зазиповать а потом уже скопировать наконечную машину и выкатить да да ну на самом деле да ну тогда таким образом абсолютно абсолютно согласен на этот вопрос даже повторю его для камеры что можно выбрать трансформатор именно в конфиге но смысл в чем трансформатор это именно разработчик который прописывает как бы ok сколько у меня будет там каких-то сред идея в чем чтобы вообще убрать эту задачу от разработчика разработчик просто его создает там пустую переменную в конфиге и до нее ссылается в своем коде дальше на моменте паблишинга то есть вне зависимости от того сколько у нас сред происходит подбрасывание этих параметров эти переменные то есть например в случае когда вот у вас существует два инваромента как у меня здесь на слайде тест и продакшн девелопер пропишет веб-конфиге два возможных хорошо вдруг с урочным порядком надо создать стейджинг получается каким образом процесс будет происходить то есть автоматически будут искать девелопера смотреть его код или вручную добавлять или звать кого-то и опять же каждый раз проверка на какой среде мы развернуты вот этот вариант он немножко конечно костыльный но он позволяет избежать от этого то есть у нас есть уже какой-то сбилденный артефакт мы его взяли и мы его паблиш но это костыльный вариант только к их серверам и сан-премис относится потому что из коробки вот этих билд степов начиная с и из веб-ап-менеджмент заканчивая и из веб-ап в деплоймент их вообще из коробки в тфс и нет их надо отдельно до устанавливать из маркетплейса да один раз первый раз на начале на начале билда когда в момент документации то есть первый раз когда начинается проект у определяются перемены которые будут использованы для вообще для всех этих там connection string к базе там но вот эти базовые перемены там пароли и так далее эти перемены один раз мы добавили и скажем у вас будет три инваримента а потом четвертый вы тоже будете как-то предполагать что он будет в самом начале да нет нет самом начале нет но это на будущее то есть один раз мы мы создали вот этот список у вас список переменных коди мы их передали д вебс менеджеру девопс менеджеру он их просто добавил именно в список билда или релиза один раз и дальше именно идея в чем что ну давайте я в режиме демо сейчас это прям покажу как это выглядит можно еще одну речь то есть зараз говорите например что есть у нас есть релиз environment мы хотим сделать стейджинг ну чтобы он имел те самые изменения что релиз что что заважает сделать еще одну конфигурацию потом соответственно мы маем там веб трансформ на для релизу мы робим еще один такий копию мы его просто называем что это трансформ для стейджинга там уже все название безминных мы туда просто пишем эти значения киномтре для стейджинга и маем еще один трансформу не треба ли церковь девелопера шутка шутки все имена знатые на предприятиях это вот выглядит только у меня что то сейчас секунду клавиатура не хочет показывать экран мы будем вот так показывать сейчас буквально секунду каким образом это происходит вот именно в том виде что вы сказали идея в чем тогда должен ваш devops менеджер то есть или ваш сис админ который это все настраивать он должен хотя бы немножко разбираться со системы конфигом и знать программирование чаще всего но ты я рассказываю из того из того опыта что я проработал стартапах когда чаще всего от как это в европе происходит нанимают стажеров потому что им дешевле платить и ты за них не платишь налоги они приходят с абсолютно зелеными знаниями им надо один раз процесс построить и как бы чтобы они сидели себе спокойно и делали по инструкции вот как оно есть то есть они не могут залезть код и посмотреть окей что используются вот эти вот эти переменные я их должен переопределить легче один раз это за них сделать потребуйте разработчика просто этот как там стандартный набор переменных и потом их задеплой есть другой вариант который как вы говорите мы можем передать через ms build через параметры билда другие переменные но к сожалению вопрос другой что tfs не хочет их вычитывать когда в процессе билда я это все тестировал в процессе билда когда берешь и подкидываешь ему переменную именно через в коде пишешь environment get environment variable и в когда запускаешь ms build именно ручками из-под командной строки и подкидываешь эти переменные он их потом никак не видит вот почему так к сожалению я не могу дать ответ теперь понятно почему именно говорю не говорю что это панацея но это вот один из возможных вариантов вообще вариантов здесь возможно много очень много есть вариант такой есть вариант вообще харкорный powershell классический есть вариант использование еще других расширений есть вариант четвертый октопус диплой а есть еще пятый вариант докер диплой диплой именно в докер контейнер вот это вот который я сходу могу назвать но это вот один из таких вариантов сейчас я пытаюсь войти есть еще вопросы пока параллельно вхожу с точки зрения tfs list management у нас билд происходит один и потом этот диплой пэкач переносится на каждый environment либо для каждого из них будет заново проходить этот билд целиком можно настроить так что будет отдельный билд из какой-то ветки под каждый каждый environment в моем случае мне было интересно настроить что у меня используется один билд для всех environment of я ему подкидываю разные только переменные почему же у меня было настроено что я разархивировал менял переменные потом обратно собирал этот пэкач то есть по факту билд происходит несколько раз для каждого environment не один и тот же самый пэкач переносится на каждый environment с изменением настроек я же говорю опять же зависит от того как вы сконфигурировали в случае вот в моей конфигурации которую я вам только что показал у меня один билд для всех environment of просто идея что из себя представляет диплой пэкач это банальный zip архив то есть вот в том виде в котором он есть я его просто раз архивирую в нем меня переменная 5 его за архивирую и отправляю дальше все но по факту артефакт он один и он гуляет у меня между между стейджингами потому что и вообще это немножко неправильно переносить и заново перебилдить из например с веток но я видел такие примеры что действительно была потребность и видел даже примеры что вот особенно когда connected tfs с гитхабом то есть когда подключают есть просто любители которые и мы любим хранить код от enterprise на гитхабе и у них как сделано у них сделан feature branching и у них сделано что у нас под каждую под каждую из environment а своя ветка кода то есть и они таким образом то есть в зависимости от того какой ну какой этап прошел они сливают ветки вместе то есть мерджет и потом это делать диплоют мне кажется что это немножко это тоже неправильно должен гулять один и тот же билд пакет потому что если там например чтобы предотвратить ситуацию что пришел к ей о окей у меня есть билд мне его выкатили то есть я там что-то потестил окей я нашел баги отправил потом баги закрылись к ее это опять проверил все хорошо но потом вылез например бак который к ее не нашел то есть вот он пример и мы получили уже конечное приложение то есть они конечный пользователь получает уже багнутые приложения я тоже не считаю что это правильно но есть предприятия которые катают в которых такая практика есть спасибо еще все что ли я так неинтересно рассказываю или народ ничего не понял или всем все понятно сейчас секунду да я просто параллельно пытаюсь ввести свой код и он меня не хочет вводить секунду ай как я не люблю французский честно они у них у них даже другая раскладка то есть не qwerty а зерти и каждый раз когда ты вводишь пароли у тебя может быть счастье что твой пароль ну никак не подходит а верхний регистр да ну издеваешься так хорошо пока дальше пошли там на перерыве кому кто захочет покажу именно последний такой кусочек который я хотел показать именно здесь на на презентации это application performance и мониторинг вот сегодня уже было показано момент что на глаз мы замеряли сегодня уже на глаз мы замеряли о том какое приложение оксамариновское быстрее нативное или или написано на оксамарине вообще это как бы немножко неправильный подход на глаз кто из вас использует системы мониторинга вообще а какие если не секрет а ну это этот 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 вариант всегда работает лучше всего но на самом деле есть есть вариант который уже при из коробки предлагает microsoft и пока он бесплатный называется и же application для этого надо иметь подписку и же но идея в чем у вас есть какая-то production среда вы ее каким-то образом мониторить то есть у вас есть у вас production из продакшена уходит информация на мониторинг то есть вот в случае есть у нас какая-то проблема devops менеджер получает это достаточно активно это именно по управу по перформансу есть еще такое так называемое availability мониторинг разница разница availability мы просто проверяем доступность доступность или через какие сети мы ходим например ну давайте представим у нас есть georedunted развернутое приложение сразу же в нескольких зонах нам надо посмотреть с какого с какой зоны придет тот или иной пользователь какой сервер его какой сервер ответит запрос у нас настроен какой-то балансер который переключает то есть вот он пример то есть банально тот же банальный тест ping просто проверяем откуда пришел вот происходит информация мониторинг опрашивает production в случае какой-то проблемы она отправляется на мониторинг потом уходит это же информация обратно на devops менеджеру вот я вам пример покажу одного из приложений продакшена и кто мне скажет тут все нормально или здесь проблема вырисовывается ну алертов ноль а время среднее никому никого не пугает а вот здесь хорошо вот я специально даже увеличил этот кусочек вот посмотрите а теперь посмотрите вот сюда как вам запросик сколько он выполняется то есть вот он уже пример еще раз судите по папочках цисты ли грузится ну на самом деле да ну как бы вот он классический пример когда нам надо посчитать перформанс и уже значит то есть вот есть бизнес-бизнес-задача к вам приходит ваш например заказчик и говорит хьюстон we have a problem сайт на мобилке грузится долго то есть надо же отловить какая страничка грузится как грузится но это один из примеров таких сервисов на самом деле очень много тот же google analytics дает эту же информацию как бы но это вот один из примеров и смотрите идея в чем что вот это все то что вы здесь видите и эти ситуации можно обрабатывать в тфс то есть для тех кому это интересно сейчас расскажу после у меня уже как бы я понимаю времени не осталось ну прежде всего что спасибо за внимание если есть какие то еще вопросы да сейчас секунду поднесут микрофон да я уже я уже говорил это о том что я поклонник гита и у меня все в гите а такой еще вопрос по поводу от деплое да и автоматическое изменение структуры базы данных и еще больше интересует откат на предыдущей версии если что-то пошло не так особенно если это связано с изменениями в базе данных ну я могу сейчас рассказать в общем могу рассказать конкретно для вашего проекта тут все зависит от того чем вы пользуетесь то есть где хранятся бэкапы то есть как часто вы это делаете в случае со стеком.нет там все на самом деле достаточно просто у вас есть миграции инструмент миграции который вы в коде уже используете идея в чем чтобы вернуться на предыдущую базу как бы вы можете уже откатиться то есть в самом цикле релиз менеджмента в случае если это срочно надо в самом цикле прописать код что пожалуйста вас воспользуюсь предыдущей версии артефактов которые но это предыдущая версия репозитория грубо говоря и воспользую ее для выката базы потом идеально еще в чем можно автоматически достучаться в случае ну я говорю про microsoft стек в данном случае так как им пользуюсь когда у нас есть база какая-то и сквельная у нас есть дамп то есть я не говорю что мы там используем там entity code first именно хардкор классический link to sql ничего именно чисто по хардкору идем то есть у нас есть дамп базы у нас есть какой-то механизм это информация которая есть базе то есть этот дамп мы каждый раз можем менеджить какую версию дампа мы подбрасываем и каждый раз а если вообще рассмотреть абсолютно идеальную архитектуру чтоб как это должно работать в идеале но так как это не работает но нам может быть работает только в очень крутых компаниях что у нас каждая наша среда разворачивается автоматически например девелоперу надо протестить он нажимает кнопочку commit sync отлично это дело автоматом все билдится и именно под это дело разворачиваться случай если это нужна виртуалка virtual machine на нее сразу же уже с накатанным там майсквеле если ему надо или несколько виртуальных машин с накатанным всем автоматически диплойт своего приложения настраиваться связи он это тестит как только он это потестил это все грохается и каждый раз цикл повторяется заново но это абсолютно идеальный вариант так как чаще всего на конечных предприятиях этого идеального варианта нет то обычно как делают просто или подкидывают другую версию базы то есть уже из хранилища дампа взятую или в случае это с миграциями то это все еще намного проще если использовать но стандартный механизм для тут на это я надеюсь я ответил на вопрос есть еще у вас был мониторинг перформанса для веб-сайта я так понял как перформанс мониторить для например к самарин приложение или там android был ли опыт расскажу есть уже прям все это из коробки на самом деле именно перформанс приложений вообще там все выглядит очень просто вы нажимаете new application insights выбирайте имя регион доступен пока что один это америка как бы вот сервис план пока что тоже free потому что это все превью но идея в чем вы можете прям скачать готовый sdk он тебе предлагает что пожалуйста воткни этот sdk как бы себе в проект помимо того что он будет сразу же трекать всю твою активность по твоему коду ну какие алерты вылетают там перформанс производительность ты еще можешь дополнительно ему дописывать например какие-то exception ну как чаще всего происходит когда мы дописываем там выведем него отпут там если случае с самарин выведем него отпут visual studio какую-то внутреннюю информацию точно так же мы можем отправить это туда на сервер то есть и она есть и под java под android она есть и под objective си если мы говорим про apple приложения под свифт честно не могу сказать точно есть нету как бы ну как то так в принципе но для веба это самый распространенный пример но тут идея в чем что у нас единый сервис он который относится и к вебу и к аппликейшену и к просто к приложению какому-то но ко всему то есть например google тот же google analytics он в основном работает только с вебом то есть в принципе есть решение я видел когда люди это дело внедряли себе в этот как там в себе в код но это я мне кажется это уже костыль вообще вроде есть профилировщик visual studio но я не умеем пользоваться это мне не требуется поэтому думаю можно стоит покопать туда x marine скорее всего там поддерживается ну вот самый простой вариант для разработчика это опыт самый простой как бы я вот при его использовал но идея в чем что мы можем для чего вообще эта информация нам нужно чтобы трекать активность пользователей что они откуда и куда ходят и что они делают у тебя в приложении потому что очень часто происходит ситуация что когда от у нас есть офигенное приложение мы проанализировали активность пользователя мы выкатили новую фичу например пользователю надо сделать селфи сразу же с главного экрана как бы мы создали эту кнопку по факту пользователь это не делает то есть вот он пример почему не делать видимо у нас дизайн паршивы и так далее да следующий может есть подскажите еще какие-то бесплатные хорошие инструменты для мониторинга еще кроме кроме моте ap например если мы говорим про мобильный раз хоккей ап у него есть бесплатный план если мы говорим про бесплатный именно этот да хорошие если мы уже говорили про бесплатную еще добавлю вот это все фичи там релиз менеджмент интегрейшн и так далее но все доступно бесплатно уже вижу студии этим сервисом то есть этим можно воспользоваться но там по релизу по билду там 240 минут что-то в месяц но это смешно ну нет для всех бесплатно ты можешь оплатить мсдновской подпиской дополнительных людей если у тебя больше пяти но до пяти она полностью бесплатно да но это смешно согласен но я надеюсь вам было интересно мне тут уже маякует что хватит если есть вопросы могу сейчас это в режиме лифт тут показать но это тоже в кулуарах спасибо